всем здорова сегодня будем разговаривать о коллекторных двигателях конкретно примеры буду показывать на двигателях пылесоса вот у меня двигатель это двигатель насколько вы знаете кто в курсе пылесоса пылесоса ракета по моему 12 а ну 9 а тоже их ставили вот эти вот движки они очень похожи на движки от чаек все унифицировалось в ссср по максимальной возможности все было унифицировано и сегодня хотел бы вам рассказать и ответить на некоторые вопросы по поводу того каким током лучше питать двигателя напряжением то есть как-то мне один человек написал говорит слушай вот если для того чтобы из переменного напряжение получить постоянное надо выпрямить а вот если наоборот из постоянного переменного человек выкривитель нужен это посмеялся человек тоже с юмором ему объяснил что вообще по идее требуется преобразователь для этих целей он сказал я хочу коллекционный двигатель постоянного тока запитать и я ему объяснил что коллекционный двигатель он сам по себе как бы ему без разницы такого тока работы такого напряжения постоянное переменное все равно главное чтобы не превышала параметры то есть ли он рассчитан на 220 вольт питайте его 220 вольт и судя по рекомендациям по отзывам многих кто эксперименты проводил многих мастеров говорят что коллекторный двигатель при питании постоянного тока они меньше греются то есть они лучше работают меньше греется и вроде как выше кпд вот это я хочу проверить но не в этом выпуске потому что мои мощные диоды сварочный аппарат от старого сейчас сарая так как сейчас ноябрь и такая погода знаете что вечером примораживает утром снег идет потом днем чуть-чуть подтаивает опять примораживает в общем двери у меня хорошо запечатаны я туда и попаду нескоро постараюсь попасть как можно быстрее потому что мне самому интересно и мы включим от постоянного тока то есть от 220 на данный момент я подключу его от аккумулятора смотрим парни вот этот аккумулятор заваленный правда такой маленький узенький подключаем тут плюс минус разницы нету сейчас я второй провод возьму подключу и посмотрим как он себя поведет он заработает без всяких проблем естественно 12 вольт мало будет едва крутиться но все же будет и вкратце вам сейчас расскажу как и к этому пришел это не в книжках было написано просто так получилось что в 90 свет у нас отключали очень часто вот и отец дабы чтобы ночами не сидеть совсем без света так как газ у нас был печка топилась он поехал на рынок купил аккумулятор и зарядное устройство и чё-то я вечерком сидел думаю дай-ка пылесос подключу урал еще тогда у нас был урал 3 я вот проводок нарастил включил и услышал что он вращается не он не гудит а просто слышно что там что-то крутится был очень удивлен вот я вам сейчас демонстрирую видите у нас же этот аккумулятор будет вращаться без проблем и заметьте теперь обратите внимание видите как он вращается то есть вот как стрелочка показана так он и вращается если вот смотреть спереди то по часовой стрелке сейчас полярность меняем чтобы одним кадром чтобы не сказали что что-то переключал видите все равно вращается в ту же самую сторону как нам надо как можно изменить вращение сейчас постараюсь переключить нет навряд ли получится проводники маленькие но в принципе я могу сделать вот так теперь другую сторону начал вращаться вот таким образом то есть чтобы осуществить реверс в пылесосе надо просто переключить щетки местами так же как при питании от сети 220 то же самое в общем вывод таков ребята что все работает постоянка переменка ему по барабану судя по мнению других постоянка ему даже предпочтительнее это мы выясним это будет обязательно опыт и если чисто теоретически я правда не знаю кто такой фигней будет заниматься ну бесполезная тема в этом плане но по 12 вольт аккумуляторов подключить даже 10 аккумуляторов последовательно автомобильных у нас уже будет 120 вольт то есть пылесос уже будет нормально тянуть если он к пылесосу подключить нормально будет тянуть правда в пол мощности уже как бы для уборки машины вполне это подходит а если конечно подключить 20 аккумуляторов то это конечно будет вообще дурдом хотя такой эксперимент можно провести где нибудь в точке где принимает буо аккумуляторы найти более менее живые 20 штук их так собрать батареи у нас получится 240 вольт и то есть пылесос будет работать в полную силу вот конечно дурацкая затея но если появится вдруг возможность мало ли знакомыми обзаведусь который принимает аккумуляторы прямо приду проверю найду более-менее живые буду последовательно соединять и еще в планах попробовать от аккумуляторов от 3-4 штук автомобильных сварку сделать но это уже потом в следующем видео а так эксперимент проведен если это можно назвать экспериментом в принципе ответы на вопрос есть на этом я с вами прощаюсь очень прошу те кто не подписался обязательно подпишитесь на канал нажмите кнопочку колокольчик чтобы не забыть не пропустить свежие ролики вот и заходите в описании попрошу вас также поддержать мой новый проект вилс про то есть канал об автомобилях об обзорах о ремонте и также там мотоциклы будет это уже ближе к весне а подробно о чем канал вы в описании посмотрите я ссылочку оставлю обязательно и конечно же ставлю ссылочку на группу вконтакте кому интересно кто захочет добавится буду очень рад всем огромное спасибо что вы нас смотрите огромное спасибо что вы на нас подписались подпишитесь или уже подписаны прям вот от всего сердца желаю всем удачи до новых встреч до новых встреч до новых встреч теперь